В Иркутске с 1991 года существует Театр Пилигримов. Это единственный в регионе, а быть может даже во всей России, государственный авторский экспериментальный рок-театр. К нам в редакцию обратились его сотрудники, которые уверены, что судьба Театра Пилигримов под угрозой. Пилигримы больше не будут самостоятельным учреждением культуры и присоединятся к музыкальному театру как филиал. Эта новость от Минкульта ошарашила труппу. Но несмотря на тревожные мысли, жизнь здесь кипит. Артисты репетируют. Да, из-за пандемии со зрителем они не видятся, но готовятся создать для них видеоверсии нескольких постановок. Среди них документальная баллада о бузниках концлагерей «Милосердие под запретом», премьера, посвященная юбилею Великой Победы. В последние годы на долю коллектива выпало немало испытаний. В 2018 из жизни ушел основатель театра, иркутская легенда Владимир Соколов, без которого, казалось, творчество пилигримов продолжаться не может. Но его звезда и дальше освещает их путь. В театре появились молодой худрук и новый директор. Начали ставить спектакли и гастролировать не только по области, но и по стране. И тут вдруг новость о реорганизации. Присоединение это будет, во-первых, уничтожение театра пилигримов юридически, а во-вторых, это будет деградация в статусном и творческом плане. Мы просто растворимся в другом театре и перестанем существовать. У нас не будет никакой автономности, у нас не будет своего собственного имущества, оно будет принадлежать другому театру. У нас впервые за последние 10 лет в театре снова живая музыка, живая рок-группа, струнный квартет. Вы снова на гастроли ездите. Мы снова ездим на гастроли, слава богу. Поэтому именно сейчас нельзя делать шаг назад, говорят в театре. Это будет именно отступление. Ведь когда-то пилигримы вышли из состава ТЮЗа, став самостоятельным театром. Об отношении зрителя говорят даже эти благодарные и восторженные отзывы публики из Санкт-Петербурга, где театр был на гастролях. Когда театр попадает под чье-то крыло, якобы это хорошо, это не будет хорошо, потому что все равно театр теряет свою автономию. У него право выбора другое. Сначала решают сверху, потом ты уже волен решать сам. Чем сейчас живет театр пилигримов? Работой. Как всегда. Все дело в аварийном здании театра. Оно закрыто. И своей сцены у коллектива сейчас нет. Но они выступают по области, арендуют залы и репетируют в приспособленном помещении. Именно для того, чтобы у пилигримов была своя площадка, их и хотят объединить с музтеатром. Объясняют в Министерстве культуры. У музыкального театра на сегодня заканчивается создание новой малой сцены на 170 мест. У музыкального театра на сегодня существует возможность представлять спектакли на сцене дома актеров, возможность шить костюмы, делать декорации. В общем, большая материально-техническая база, которая в полной мере может позволить создавать новые спектакли. Говорить, что театр пилигримов прекратится существовать, на мой взгляд, эта оценка очень категоричная. В Минкульте обещают, насильно реорганизовывать театр не будут и намерены дальше вести переговоры. А пока пилигримы продолжают работать и верить, что их особенный, уникальный путь не окончен. Это всё, что останется после меня, это всё.